друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня мои хорошие мы с вами продолжаем обозревать сегодняшний лёлькин стрим да часть 2 моего обзора на ее сегодняшний стрим ну что ж казалось бы такой прекрасный повод сегодня день рождения у лёлькиного младшего сына у якова у якова день рождения казалось бы отдыхай проводи время в кругу своей семьи занимайся детьми за меня занимайся своим именинником да как то вот эти вот моменты старайся вот эти вот позитивные эмоции да все это дело семья это же самое святое что может быть у каждого человека но не тут то было поберуха не была бы поберухой если бы не вышла на свой очередной стрим и не начала уже не то что стращать не то что заставлять не то что пугать своих зрителей но и шантажировать своих зрителей да друзья мои представляете так оно и было обо всем обязательно по порядку лёлька вышла и опять начала рассказывать о том как же она боится потерять вот этого нерожденного ребенка есть снятся всякого рода страшные сны где ужасные вещи происходят и она об этом обо всем расскажет рассказывает кто-то скажет она что не в себе ну да для нормального человека для адекватного человека услышать подобные вещи которые она произносит своим жертом это ужасно но для поберухи это в порядке вещей она привыкла бросаться громкими словами не думая о последствиях и задают вопросы относительно жени б да друзья мои вы знаете сразу хочу забегая вперед сказать о том что на этом стриме она очень очень хорошо очень здорово отзывалась а шурики но мы все с вами прекрасно понимаем да чего бы такая щедрость щедрость друзья мои все понятно без слов шурика будут возвращать обязательно в туровские кадры в туровский сериал пришла пора возвращать шурика на подмостки да по этой причине шурика возводят в ранг святых ну а женьку б собственно на контрасте опять чехвостик и задали вопрос а поздравила ли жения б якова с днем рождения на что лёлька тут же сказала мол что то такого он два года сына своего не поздравлял зачем ему и сейчас поздравлять яков лёль ты знаешь вот все таки хотелось бы тебе сказать что заканчивай врать мы все прекрасно помним как женя б приезжал к своим детям приезжал к тебе в туровку приезжал на дни рождения детей да и поздравлял детей с днем рождения ну так скажем по мере своих возможностей но уж не помню что он там им привозил в подарок но то что он приезжал это я помню прекрасно помню прекрасно на тот момент когда же не бы приехал поздравлять даниила да это было осенью и там случился конфликт уже не без сергеем петровичем который на тот момент да сергей петрович сидел во главе стола словно он тут хозяин в этом доме я еще тогда сказала какая-то странная ситуация происходит это все было до шурика но как только шурик появился в доме у лёльки и стал там жить как хозяин да женя б вообще все ему дорога в туровку была заказана и все прекрасно понимают по какой причине конечно же из-за шурика да из-за шурика собственно и сергей петровича выгнали из сараев и женю б выставили из дома мол нечего ему здесь делать есть другой папка и другой мужчина теперь будет папкой вот этим вот детям так и хочется спросить а у кто-нибудь спросил хотят ли они видеть другого папку с другой стороны мы с вами прекрасно понимаем чего маленьких детей маленьких детей спрашивать не надо никто их и спрашивать не будет да что там яков конечно же ничего он там не помнит особенно да и вероника конечно же женьку бы знать не знает но есть ведь и другие дети есть ведь и вторая тройка игроков которые прекрасно помнят своего отца это как раз таки Саша это как раз таки Даня это как раз таки София да та же Настя я уверена прекрасно помнит своего отца женю б в любом случае но лёлька решила за всех так как будет хорошо ей и ее конечно же очередному вот этому товарищу шурику далее лёльки пишут да ну раз у тебя типа такие финансовые проблемы раз ты так переживаешь по поводу помощников зарплаты помощникам родов и так далее да пусть тебе санек и поможет мол любит кататься пусть и саночки повозят да на что лёлька сказала ой да вы что да шурик такой святой да он не столько катался сколько он все это время здесь работал помним прекрасно работал работал как говорится и ничегошеньки вообще не заработал далее она начинает озвучивать друзья мои что шурик оказывается вот-вот работал у неё здесь и помогал ей практически целую неделю и так понимает она говорит про прошлые моменты да когда вот он работал и когда он ей помогал и когда она сказала о том что она якобы поговорила с шуриком на тему того что вот будут платные роды как ты типа саша к этому относишься ну и говорит саша типа не против не против представляете а с другой стороны что значит он не против то есть он должен сказать либо да да либо нет нет либо он тебе поможет с этими платными родами либо он вообще тебе помогать не будет она говорит но вы знаете когда будет такой момент когда саша даст мне денег на помощников на зарплату помощником или даст мне денег на платные роды я непременно поставлю вас в известность я так понимаю что это будет точно так же как когда-то тебе саша типа кавычках дал денег на телевизор мы все помним эту историю с телевизором типа шурик приобрел телевизор купил телевизор и подарил этот телевизор лёльки и деткам да ну понятное дело можно вообще позволить себе дарить какие угодно подарки за деньги лёлькиных ведроголовых хомяков все же прекрасно поняли так и здесь друзья мои я не удивлюсь если приедет шурик и скажет да дорогая я заработал денег я сейчас тебе дам денег на платные роды ну и собственно оплатит да оплатит в кавычках опять же деньгами хомяков а с другой стороны вы меня извините отчет ничего не понимаю если значит шурику ты сказала да и он возможно тебе денег она собирает на платные роды то в таком случае и на зарплату помощником то зачем ты заранее собираешь деньги на это да а если он тебе дал правда денег да а те деньги а тебе уже на этот момент собрали бы деньги твои зрители получилась бы история такая же как история получилась сыроварни помните когда зрители ей бегом-бегом в темпе вальса накидали денег на сыроварню а сыроварня и досталась абсолютно бесплатно согласитесь какой-то интересный очень момент далее ребят она до качели кстати на что хочу обратить внимание каждый буквально через каждые два-три комментария в чате лёлькины реквизиты на зарплату помощника и это знаете называется не 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 она не просит конечно же она не просит она уже в наглую в нос в лицо до тычет вот этими реквизитами куда непременно надо бросать ей денежки кстати друзья мои вот когда она говорила о шурике сегодня на стриме она отзывалась о нем прям очень хорошо ну прям вот он такой молодец да вот он может быть он приедет может быть он и поможет может быть он оплатит по лёлькиным словам и ероды и ее помощников так тогда зачем ты сидишь на этих стримах и побираешься с посторонних людей если у тебя такой респрекрасный мужчина все прекрасно понимают для чего лёлька начинает его нахваливать опять же мы прекрасно понимаем что появится он в ближайшее время в кадре далее друзья мои до лёльки не спится не естся лёлька уже начала искать компромат на представителя на юриста шульц друзья мои что-то там короче на него нарыла какие-то административки и довольная счастливая говорит ой я там столько всего нарыла лёлька но знаешь ты знаешь собственно я и не сомневалась потому что обе стороны оставляют желать лучшего что одна по уши как говорится что другая тоже тоже по уши ну да ладно хотя друзья мои да про ребенка про ребенка и про шантаж вот здесь становится вообще очень интересно вы знаете лёлька лёлька рассказывает о том что если не получится сейчас набрать денег на зарплату помощником а также найти денежки на роды платные то придется ей продавать коров причем она говорит я конечно не хочу нет говорит вы поверьте я не хочу продавать этих коров столько сил столько труда столько денег было вложено в этих коров так хочется сказать особенно твоих особенно твоих денег да как говорится не моё не жалко нет конечно это уже давным-давно лёлькина но в любом случае когда ты туда ни копейки своей заработанной не вкладывал то и получается не жалко ну не жалко да чужелеть как говорится когда ты палец а палец ради того чтобы это у тебя появилась даже не ударил но мне очень понравилось как она сказала вы говорит не думайте что вот это все выглядит как шантаж да это говорит вынужденная мера если погибнет мой ребенок а он говорит погибнет если говорит у меня не будет помощников и людей которые могут на это время пока я поеду рожать взять на себя ответственность за моё хозяйство не ребят представляете она говорит это не шантаж это вынужденная мера так ты как раз таки шантажируешь говорить можно как угодно называть вещи можно тоже как угодно да но ты на самом деле очередной раз шантажирует своих зрителей все сразу могут вспомнить тот самый момент помните как долго она шантажировала лошадью глории помните продам в случае чего глорию продам в случае чего глорию продам и тут же сразу же хомяки начинали бегать и кричать олечка все что угодно мы тебе накидаем сколько угодно денежек только глорию не продавай это же друг это же лошадка вашем хозяйстве и мы все прекрасно понимали что у поберухи есть деньги чтобы содержать вот эту лошадь но нет друзья мои лошадь все-таки продали ту самую лошадь которую тоже тоже очень часто шантажировали зрители вот сейчас настала очередь опять же в очередной раз коров за счет которых тоже шантажируют зрителей мол не будет денег на все про все не будет помощников все говорит лёлька ребенок умрет ребенок мой погибнет это не мои слова на минуточку я цитирую ее слова я озвучиваю то о чем она говорила на своем стриме только вдумайтесь сказать про нерожденного ребенка да о том что мой ребенок умрет мой ребенок погибнет если не будет помощников и если не будет денег еще раз на минуточку это говорит та женщина которая якобы уже несколько раз пережила боль потери нерожденных детей которая сказала что они чуть было не умерли у них был такой траур просто нечто самый настоящий траур друзья мои представляете да и шурик хотел повеситься и видимо по этой причине лёлька с такой легкостью желая получить как можно быстрее денежки на помощников которых еще и нет и еще неизвестно вообще появятся ли они в ближайшее время на горизонте или нет она уже решила словесно похоронить своего нерожденного ребенка это страшная вещь знаете меня вообще пугают люди которые могут позволить пожелать кому-то смертельных болячек смертельных болезней которые могут хоронить тех кто жив здоров ну как то согласитесь страшновато особенно когда лёлька хоронит своего нерожденного ребенка это становится тоже как то страшно понимая что этой женщины в голове ничего хорошего нет и точно точно ничего хорошего нет но лёлька кричит нет 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 это не шантаж это шантаж это самый настоящий шантаж потому что ты прекрасно понимаешь на какие мозоли надо давить своему электорату далее друзья мои лёлька призналась относительно своих помощников светы и василия которые еще до 1 июня остаются в туровке в доме на месте а возможно поедут еще и позднее нежели 1 июня она сказала вы знаете я изначально знала что они приехали сюда на месяц да да говорит мы ну точно не знали на насколько они приедут но говорит мы изначально оговаривали тот самый момент что они возможно приехали всего-навсего только на один месяц мне помочь ребят что и требовалось доказать о чем мы с вами говорили уже не первую неделю о чем я говорила в своих обзорах не первую неделю что скорее всего у них изначально и была договоренность с этими помощниками что они приехали на такой-то такой-то срок да ну и все собственно вот и сейчас ни для кого это не стало каким-то ужасным открытием да что они планируют уехать по какой уж там причине они уезжают это не суть важно вообще абсолютно но в любом случае да лёлька поимела по полной программе на несколько месяцев вперед собрала денежки на василия светлана кто-то мне опять там пишут в комментариях а где же эти деньги ребят но я собственно в обзоре и говорила по под которым вы писали комментарии уж обзор то слушайте я же говорила о том что лёлька лёлька же озвучивала что вот эти деньги типа у нее украли мошенники да но опять же украли не украли это тут бабушка надвое сказала но в любом случае это очень удобная версия да то есть на несколько месяцев вперед то на этих помощников она же насобирала насобирала ну а теперь говорит о том что а мошенники украли денежки по этой моль ольке приходится собирать основа да представляете причем собирают снова в двадцатых какие двадцатые числа еще даже двадцатых чисел нет да собирают снова друзья мои представляете на тех помощников которые приедут возможно возможно еще только дай бог через месяц если вообще приедут вот если света с васей уедут где-то в первых числах июня да она сказала до первого а может и чуть чуть подольше то есть соответственно те приедут где-то еще через несколько недель то есть заранее за месяц почти уже собираются деньги опять на очередную зарплату для неких помощников которых еще даже никто не знает будут ли они вообще работать у рульки ребят вот такой у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю до новых встреч